Больше 600 водоёмов, купаться в которых нельзя. В Уссурийском городском округе из года в год повторяется ситуация. Жители пренебрегают запретами. Приезжают отдыхать граждане почти ко всем имеющимся водным объектам. Разрешённых же для массового отдыха мест всего два. Это Солдатское озеро. Водохранилище на ключе крутой или лотосовое озеро, как мы привыкли называть. Нарушение правил чревато для жителей не только потери здоровья, но и жизни. Ведь необорудованные места не охраняются. Люди гибнут ежегодно. В прошлом году во время купального сезона утонули 4 человека. В позапрошлом – 6. Остаётся очень актуальным та работа, которую будет проводиться на период купального сезона комиссии и группой контроля. Проект уже в проекте там имеется. Комиссия по чрезвычайным ситуациям определила, которые будут постоянно контролировать нахождение людей на пляжах. Сегодня далеко не у всех запрещенных купанию водоёмов установлены соответствующие таблички. И если на сельских территориях раз в две недели осуществляется контроль за такими местами, то в городе нет. Отсюда и несчастные случаи. На комиссии предложили штрафовать людей за нарушение запрета окупания. В прошлые годы, к сожалению, не применялось меры административного взаимодействия на нарушителей. Всего лишь работа проводилась путём работы в комиссии по делам несовершеннолетних, по связанным с общественностью, взаимодействию с силовыми структурами. В срок до 15 апреля владельцам разрешённых к эксплуатации пляжей необходимо будет провести противоклещевую обработку, очистить выгребные ямы, то есть полностью подготовить места массового отдыха горожан к купальному сезону. Юлия Кузьменко, Анна Шереметьева, Александр Анисимов, Телемикс.